Жить по плану скучно, но правильно, поэтому марка Mercedes-Benz решила успокоить европейскую китайскую публику, которая очень ждёт новые батарейные модели, опубликовав подробный план по выходу свежих электромобилей. Так, уже 20 января премьеру справит компактный кроссовер EQA, то есть вольтамперная разновидность модели GLA. А чуточку позже дебют отпразднует модель EQB, построенная в свою очередь из паркетника GLB. Хотя самой любопытной новинкой мы, пожалуй, назначим флагманский EQS, ведь электрическая эска получит оригинальный купеобразный кузов, а в её основе лежит специально созданная аккумуляторная платформа. Сразу после флагмана во второй половине следующего года появится более скромный седан EQE, и, наконец, финальной точкой этой эпопеи заявлены кроссоверы, которые пока носят условные названия EQE SUV и EQS SUV. Между прочим, грандам мирового автопрома надо торопиться осваивать нишу электрической мобильности, иначе их обгонят новички, которые появляются один за другим. Один из таких американская Alfa Motor из Калифорнии. Компания, созданная финансистом Майклом Адамом Смитом, уже выкатила первую новинку – двухместный купеобразный кросс-седан Эйс Купе. Притом заднеприводная двухдверка построена на некой модульной платформе. Других подробностей, кроме громких манифестов, кот наплакал, а значит, стартап может оказаться как внезапным прорывом, так и финансовой пирамидой, коих на почве зелёных технологий расплодилось превеликое множество. Заокеанская компания Bollinger Motors больше похожа на настоящего производителя машин, нежели на Аферу. Три года назад фирма Роберта Боллинджера показала проект электрического внедорожника и пикапа, а сейчас подтвердила планы по их выпуску. Предсерийные варианты отличаются от прежних прототипов нюансами. Скажем, вместо трёх очистителей лобового стекла инженеры оставили два, а грузовая платформа ради большей практичности отделена от кабинного модуля. Ранее было обещано, что Bollinger получат двухмоторную архитектуру суммарной отдачей более 600 сил, а также тяговые батареи ёмкостью 120 кВт-часов. В продаже пикапа и внедорожники должны появиться буквально через несколько месяцев, но цена малоприятные 125 тысяч долларов.